Кого-то уговаривают, кого-то запугивают. Это классика для вербовки, это люди всегда с проблемами. У каждого из нас есть определенные мотивы, страхи. Самое главное – подобрать ключ. Если удачно подцепить эту базовую паническую автоматическую мысль, то человек сделает на аффекте любой бред. Бывают люди из благополучных семей, которым хочется адреналина, которые хотят себя как-то проявить. Подкуп, уговоры, угрозы, убеждения. Они могут не то, что кого-то вербовать, они могут таких исполнителей нанять по звонку. Эта программа все говорят об этом. И все говорят о теракте в Крокусе. Полторы сотни погибших, полтысячи пострадавших. И сегодня о том, как из людей делают террористов, как нас вербуют и заставляют или уговаривают поджигать военкоматы и убивать людей. По данным силовых ведомств, исполнители терактов Крокус Сити Холл завербовали в телеграм-канале за несколько недель до нападения. Бандиты, ранее незнакомые друг с другом и незамеченные к приверженности к радикальному исламу, были подписчиками канала религиозной направленности. Там будущим террористом, одержимым нехваткой денег, промыл мозги некий проповедник ваххабит. В ходе допроса экстремисты признались, что за кровавую миссию группе пообещали 500 тысяч рублей на всех. При этом, чтобы организовать теракт, выдать исполнителям оружие и переслать деньги, их духовному лидеру даже не пришлось находиться на территории России. Все решилось через интернет. Давайте разбираться с тем, как нас вербуют в террористы. И я задал этот вопрос вначале. Заставляют или уговаривают, Алексей? Вы знаете, и так, и так. Потому что, как правило, людей, которых вовлекали в диверсионно-террористическую деятельность за последние два года против России на антироссийских мотивах, это были подписчики каких-то пабликов, либо оппозиционных, либо проукраинских, либо на каких-то националистических. То есть эти люди уже изначально как-то были настроены не очень по отношению к своей стране. Кроме того, если мы говорим про этот случай, вот этот задержанный террорист говорит о том, что он слушал религиозный канал. То есть в этой ситуации скорее уговаривают, чем заставляют? Предлагают. Проявить себя. Скорее всего. Я бы тоже согласился, что кого-то уговаривают, кого-то запугивают по одной простой причине. У каждого из нас есть определенные мотивы, страхи. Самое главное – подобрать ключ. Кто становится жертвами террористов? Ну, кто уговаривает? Это тоже террористы, я так считаю. Кто становится их жертвами? Портрет какой-то есть? Становятся, в принципе, люди с проблемами. Это классика для вербовки. Это люди всегда с проблемами. Если вспомнить то, как люди бросали зеленку в урнах на выборах, это были люди с финансовыми проблемами. У них похитили деньги и сказали, ну, ты там зеленку бросишь, пароль, крикнешь в воздух, ничего не будет, деньги вернем. Бывают люди с идеологическими наклонностями, то есть психические проблемы, какая-то неуравновешенность. И просто за каждый крючочек берут, тянут. Это индивидуально, но это подбирается. Любой человек. Любой человек. У всех людей есть проблемы, есть базовые какие-то панические, автоматические мысли. И если удачно подцепить эту базовую паническую, автоматическую мысль, то человек сделает на аффекте любой бред, согласиться на любую глупость. Какие-нибудь мысли, типа, я никому не нужен, и хоп, мы уже можем поймать на то, что, вау, ты сделаешь классное дело. Определенная группа людей, которая вдруг стала нужна, вот тот же самый проповедник, про которого сейчас что-то говорили, из разряда того, что вот ты нам нужен, приходи к нам. Так ведь секторы работают. Тех, кто мама в детстве недолюбила, что ли? Более глубокий механизм здесь, я бы сказал. Мой коллега из Татарстана решил как-то выяснить, да, как вовлекаются, индоктренируются в эту террористическую, экстремистскую деятельность. Говорит, я сейчас запишу 200 интервью с лицами осужденными за эти преступления, которые отбывают наказание, записал эти 200 интервью и получил 200 моделей радикализации. То есть у каждого жизненная траектория была своя. Да, есть маркеры, вот которые можно понять, там, проблемы в семье, но это проблемы самые разные. Но всегда есть какая-то проблема, и предлагается решить эту проблему. Не всегда бывают люди из благополучных семей, которым хочется адреналина, которые хотят себя как-то проявить. То есть везде есть исключения. Но смотрите, есть вариант, насколько я понимаю, поиска, ну, в каких-то специальных пабликах, где люди уже с какими-то интересами заходят. А есть вариант, это телефонные мошенники, которые, вот сейчас мне помогаете, насколько я понял, телефонные мошенники, сначала они людей цепляют на деньги, а потом доводят их до каких-то действий в физическом мире, да? Ну, так как мы знаем это по истории профессора Урфу, которая была во время выборов, там была, как меня мотивация, в том, что ее обманули на деньги, она была в психическом перегрузе, была вынуждена совершить то, что она совершила. И вот здесь я бы добавил, отсутствует у человека критика мышления. То есть, если я иду, кого-то убиваю, если у человека есть такие мысли, то почему не срабатывает такой механизм, что убийство это плохо, убивать нельзя, будут какие-то последствия. То есть, мы здесь уже говорим про психическое нарушение, в связи с которым нет критики мышления, критики к тому, что человек делает. Георгий вспомнил про профессора Урфу, у нас подготовлен материал про эту историю, давайте посмотрим. Доктор науки, профессор одного из уральских университетов, пришла на выборы с зеленкой, чтобы сорвать голосование на избирательном участке. На дерзкую акцию она решилась после того, как перевела телефонным мошенникам 15 миллионов рублей. Эти деньги ей пообещали вернуть, если женщина зальет урну с избирательными бюллетенями. Однако теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы. Стойте! Дверьте! Без резких движений. Зеленку положите. Положите зеленку. Зеленая волна прокатилась и по другим участкам страны. Так, по данным МВД, за три дня голосования удалось зафиксировать 52 попытки саботировать выборы. Ранее похожим образом телефонные мошенники вынуждали своих жертв поджигать военкоматы и другие административные здания, обещая вернуть деньги, которые сами и отобрали. Давайте размотаем вот эту цепочку. Всем нам, наверное, звонили мошенники. Ну, всем звонили, да? Всем, 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 всем. Мы с вами деньги никому не приводили. Потому что есть правило, никогда не разговаривай с неизвестным, как сказал Булгаков. И здесь самый главный вопрос. А эти правила, как они устанавливаются? Почему эти правила сохраняются? Дорогие друзья, специалисты, эксперты, расскажите, как работают мошенники, что они делают, какой алгоритм используют, чтобы людей вывести на то, чтобы взять кредит на огромную сумму и эти деньги куда-нибудь отправить? Смотрите, значит, есть индустрия. На Украине есть целая индустрия вот этих колл-центров, да? Один город Днепр совершает до миллиона звонков в день по нашей стране. То есть это огромная индустрия, в которой занято большое количество людей. Для них не только мотивация вытянуть деньги из россиян, это идеологическое их обоснованное, что они, типа, борются, да, поддерживают свои вооруженные силы, потому что часть денег идет на эти нужды, а еще это унизить, унизить людей. Кроме того, самый главный аспект, который применяется, огромное количество разработанных алгоритмов общения на какую-то аудиторию. Минимальные данные для разговора у них есть. Они используют слитые базы данных, в которых есть там фамилия, имя, отчество, возраст, номер телефона. Уже хотя бы можно составить представление, о ком этот человек говорит. Почему взрослые, во всем остальном, вроде бы адекватные люди, не обязательно пожилые, которые вот телефона в глазах кнопочного не держали. А почему эти люди ведутся на подобные условия? Я бы нашел немножко с другого. Аффект. С детей. С детей, да. То есть аффект, что это? Это когда наши эмоции не контролируются. Помните, была игрушка такая, тоже запрещенная, там, где детишки доходили до суицида. Вот. По факту взрослые, это те же самые дети с теми же самыми травмами, которые имеют те же самые эмоциональные крючки. И получается, что когда идет поиск людей, которые готовы выполнить какие-то максимально абсурдные действия, там, кого-то убить, еще что-то делать. Давайте вот доубить пока поговорим, как их на деньги разводят, потому что через это мы выйдем на уже дальнейшие поступки. Мы находим определенный слой населения, который готов общаться первоначально, который готов общаться, который верит тому, что говорит человек на другом конце провода. Почему, еще раз повторю, взрослые с высшим образованием, профессора, люди ведутся на откровенную чушь, которую им говорят. Но не работает, не работает ЦБ с физлицами, никто с вами из ЦБ разговаривать не будет никогда. Функции такой нет. Быстро. Требуется быстро принять решение. Они же давят на время. То, что ты прямо здесь и сейчас должен что-то предпринять. Пожалуйста. Позвони прямо сейчас. Вот уже снимают деньги. А человек и так в кризисе. То есть у человека и так вот от жизненных проблем, он уже просто не справляется с тем, с той информацией, которая его начинает грузить. У людей отключаются механизмы критического мышления просто по определенным алгоритмам. Когда страшно, поджимают время, когда непонятно. И именно поэтому же мошенники всегда давят, не давая человеку сделать паузу. Будет пауза, он успеет осознать, что произошло. Паузы нет, его давят, и он идет по пути, куда его толкают. Это просто, ну, человек как бы животное, да, вот это животный такой инстинкт, и механизм. Почему не срабатывает простой механизм? То тебе говорят, например, на вас пытаются взять кредит, и вам нужно взять зеркальный кредит, чтобы вот этот кредит как-то перебить. Не бывает зеркальных кредитов. Это нерациональное мышление, нерациональный поступок. Что бывают, какие кредиты, а тут я не справлюсь, у меня нет денег, вся моя семья разлится. А-а-а! Надо же так делать. Твою квартиру продают, на тебя берут кредит, твои вклады, сбережения. Ну, человека загоняют в стресс, загоняют в стресс, пугают, и он совершает какие-то действия для того, чтобы спасти свои деньги. Не заработать в данный момент, спасти, потому что вариант спасти, он сильнее, чем вариант заработать. Поэтому все ловили себя на том, что когда страх, мышление отключается, страх блокирует мышление, а тут тебя пугают, сбережения лишатся, все. Как этих людей выводят на поступки в физическом мире, реальном, потому что, когда он какие-то финансовые операции совершает, кнопочки нажимает, тут все легально. Это действительно легально, потому что ты можешь взять кредиты и кому угодно эти деньги отдать. Вообще, непреступление. Это еще меньшая категория. А когда поджечь военкомат, это преступление совершено. Иногда, вот как пенсионеров разводили, у нас более 40 случаев по России, 4 из них в Свердловской области. Если читать эти материалы, они говорили, что у нас, к сожалению, от имени липового сотрудника ФСБ, например, или МВД, человек разговаривает с пенсионером, говорит, у нас, к сожалению, не получилось этого мошенника задержать, но мы знаем, где они находятся, они сидят вот в этом военкомате, нужно, значит, прийти попугать их, кинуть вот эту бутылку с коктейля Молотова, и они выбегут, и мы их арестуем. И тогда деньги ваши вернутся, или, по крайней мере, будет наказан вот этот злодей. Это важно и принципиально. Этих людей подталкивают к совершению преступления, и они понимают, что иди, подожги военкомат, это преступление. Они могут не понимать. Или подталкивают для того, чтобы какое-то действие совершить, не являющее себя преступлением. Действие, действие. Они же думают, что это элемент спецоперации какой-то, которую правоохранительные органы с его участием делают для поимки преступников. Людям не говорят, сходи, соверши преступление. Им говорят, сходи, сделай там благое дело, какое-то, в общем, какое-то хорошее из позитивных побуждений кидает коктейль. Но террористы из Крокуса так явно не думали. Об этом еще отдельно поговорим. А я хочу поговорить через минуту о том, что из наших детей, из школьников, массово пытаются сделать террористов. Мы говорим о том, как из людей делают террористов. Так вот, после теракта в Крокусе дети-школьники начали получать предложение совершить теракт. После трагедии в Крокус-Сити-Холл пользователям из России стали массово поступать предложение совершить теракт за деньги. Злоумышленники пытаются вербовать новых пособников в социальных сетях и мессенджерах. Причем под прицелом все чаще оказываются дети. Силовики порекомендовали гражданам усилить контроль за своими детьми и избегать любого диалога с провокаторами. А в случае контакта с вербовщиками незамедлительно сообщать в правоохранительные органы. В первой части мы поговорили о том, как из людей, которые стали жертвами телефонных мошенников, на самом деле террористов, потому что они подталкивают потом к теракту, как из этих людей делают реальных террористов, которые кидают зеленку в избирательные урны, которые поджигают военкоматы. Но они, мы об этом поговорили с экспертами, они думают, что они не совершают преступления, а совершают какое-то спецзадание выполняют, скажем так. В этой ситуации детям предлагают именно совершить теракт. Слово теракт там есть. Можно ли детей развести на это? Да, конечно. На самом деле, дети в интернете довольно беспомощны. Они не понимают, какие там есть опасности, они не понимают, как взаимодействовать с окружающими людьми, и они не знают базовых вещей. То есть базовых вещей, что такое преступление, они не знают. Нет, ну подождите, но теракт мы знаем уже со скольки лет? Не знаю, шести, семьи. Хорошо, Евгений, вот я про себя не просто так сказал. Там основной мотив был то, что мы пойдем, убьем твоих родителей, мы знаем, где ты живешь, и дети начинают бояться то, что вот я сейчас скажу родителям, а потом родители от этого умрут. И по факту вот эти вот сообщения, даже вот с этой игрой, там что было? Там появилось очень много подражателей. Вот последний случай про теракты читал тоже в интернете, там школьница писала сообщения точно такие же. Она просто писала их, исходя из шутки, исходя из того, что было интересно, как отреагируют. Она не понимала, что она делает, судя по всему. Действительно дети настолько наивны? Многие, да, потому что, во-первых, тебе приходят сообщения, ты думаешь, ну интересно, что там вообще, кто это пишет. Начинают, вступают в диалог, таким образом его вовлекают потихонечку в общение и собираются определенные, возможно, компроматы, как в... Там же каждый шаг фиксировался, фотографии, отправкой. Вот. Мотивы могут быть разные, прославиться кто-то... Почему дети, например, вовлекаются в колумбайн, становятся колумбайнерами? Это тоже террористическая организация, запрещенная в России, она в этом списке находится, да? Тут либо желание прославиться, либо ненависть по отношению к другим людям, да? Либо нарциссизм проявить себя, чтобы о тебе заговорили. Мотивы могут быть самые разные. Ну, то есть некий урожай, вот эти люди, эти негодяи, которые пытаются сделать из детей террористов, они могут собраться? Потенциально, да. Дети не умеют пользоваться интернетом. То есть мы, там, детей младших классов в лес не отпустим одних без родителей, но в интернет мы их спокойно выпускаем. И толпы вот этих детей, которые младшие классы, они бегают по интернету, рассыпают там информацию о своей семье довольно личную, которой очень легко воспользоваться. Дальше, соответственно, получают сообщения от тонких психологов, которые звучат примерно так, мы убьем твою семью, если ты не сделаешь это и это. Дальше у них случается паническая реакция. А многие люди не понимают, как будет трактоваться то, что они делают. А вот сейчас мы об этом поговорим. Вопрос к вам, Георгий. Ответственность за... Ну тут, получается, разные действия. Все это называется... Вовлечение, исполнение. По сути, это все, в общем, вовлечение в террористическую деятельность. То же самое, что вербовка, то же самое, что склонение. Какими способами? Подкуп, уговоры, угрозы, убеждения. Это предложение. То есть вообще неважно. За деньги, не за деньги. Предложил, убедил, угрожал. Это все считается склонением вербовкой. Так и так. Наказывается, как особо тяжкое преступление, вплоть до 15 лет лишения свободы. Вне зависимости. Именно связано с терроризмом. Надо так говорить. Это те, кто вовлекают. Да. А те, кто что-то делают, вовлекаются. И здесь же тоже можно раскладывать одно дело массовое убийство, другое дело зеленку, например. Это разные, видимо, будут сроки. Давайте разделим все-таки ситуацию с Крокусом. Это в чистом виде терроризм. Ситуация с Коктейлемолотова в военкоматах или на тех же избирательных участках – это терроризм. Ситуация с зеленкой, она здесь пограничная. Тут она может квалифицироваться по-разному. У нас в городе Екатеринбурге, я считаю, слава богу, что те люди, которые вводились в заблуждение, вот как профессор Урфу, она не привлекается к уголовной ответственности. Я считаю, слава богу. Ну это правильно, потому что она не понимала, что она делает. Будем честны, она была жертвой ситуации, несмотря на все это. А что касается остального, если мы говорим про терроризм, то да, это карается очень страшно. Мы говорим про тех, кто в этом, допустим, будет участвовать. От 10 лет. Как квалифицируется участие? Что ты должен сделать, чтобы тебе сказали, да, ты участник террористической организации? Ты начинаешь общаться, ты начинаешь вовлекаться, получать информацию, получать указания. Начинаешь подготовку, фактически, приготовление. Это уже карается от 10 лет. То есть не тогда, когда ты что-то сделал, взорвал поджог, а когда ты просто вступил в диалог и начал готовиться к этому? Да. Уже приготовление к участию в террористической организации, это уже преступление. И очень важный тоже момент. Та же самая вербовка, она оканчивается и наказывается не тогда, когда у тебя получилось завербовать. Ты предложил человеку сделать, ну, там, пример, да, там, пойдите в торговый центр, взорвите, это уже преступление. Даже не нужно, чтобы ребенок шел и это делал, ты уже совершил преступление тем, что это предложил. Я бы еще попросил рассказать про оправдание, вот хотя бы чуть-чуть для наших зрителей. Да. Как не попасться на оправдание терроризма, потому что сроки-то тоже там колоссальные. То есть в связи с последними событиями, да, идет широкое обсуждение, в том числе общественно, все ситуации в Крокус-Сити-Холле. Если ты высказываешься об этом не негативно, а либо положительно, либо нейтрально, ну, то есть без четкого объяснения, что что такое хорошо, что такое плохо, ты рискуешь, если ты об этом сказал в интернете, быть привлеченным к ответственности до 7 лет лишения свободы. Такие ситуации уже были. Вот у нас в городе есть известный молодой человек, Ярослав Ширшиков, он высказался нейтрально по отношению к смерти одного там военкора в городе Петербурге. Ну, там нейтрально даже было все такое. Ну, он, можно сказать, издевательски. Но явно вопрос одобрения там не стоял, но все равно его привлекли. Поэтому, в общем, месседж. Будьте, пожалуйста, осторожны при рассуждениях и обсуждениях это с другими людьми, особенно в интернете. Если вы вдруг выскажете какой-то словесный паттерн, что это было одобрение, либо какое-то неотрицание этого, то вы можете рисковать тем, что на вас возобидут уголовное дело. И я хочу продолжить наш разговор как раз разговором про ситуацию в Прокусе. Как этих людей смогли завербовать. Это несколько другая ситуация по сравнению с жертвами телефонных мошенников, которые на самом деле не мошенники, а террористы, потому что они выводят людей на теракты. Но я хочу напомнить громкие истории, когда девушки, не имеющие отношения к исламу, вербовались, и они уезжали в запрещенные гилы. Во время знакомства он представился мне по имени Влад. И я считала, что его так и зовут. Мы оба болели за футбольный клуб ЦСКА и быстро нашли с ним общий язык. История Варвары Карауловой началась с обычной переписки в социальных сетях. Интернет-роман студентки философского факультета МГУ, отличницы, с неким Владом Соколовым, длился почти три года. Сначала переписка была вполне обычной, а потом повернула в религиозное русло. Да так, что девушка решила сбежать от родных и стать женой джихадиста. Варвара вылетела из Москвы в Стамбул, чтобы затем проникнуть в Сирию. Однако при попытке пересечь турецко-сирийскую границу ее задержали и депортировали обратно в Россию. Дома Варвару Караулову приговорили к четырем годам лишения свободы за пособничество терроризму. Тогда были сроки поменьше за это. В 2016 году усилили от 5 до 10, стало от 10 до 20. Вот эту девушку Караулову мне на самом деле жалко, потому что она тоже жертва. Она была промыта в течение нескольких лет, с ней работали. Что мне страшно в ситуации с Крокусом, от чего мне страшно, от тех людей промыли за несколько им головы, за несколько недель. Из того, что мы знаем, так получается. И одно дело, тебе говорят, вылей зеленку и там что-то случится такое волшебное, и ты в это веришь. Другое дело, но тут ничего волшебного. Иди убивай людей. Да, хорошо, мы пошли убивать людей. Здесь на самом деле, да, есть разница огромная между террористами, запрещенной в России ИГИЛ, которые были раньше. Как правило, они своей жизнью не дорожили, и они могли в ходе этого нападения террористического быть убитыми и радовались бы этому. А здесь эти люди, по сути, за деньги, выполняли определенную работу. И потом они стремились спастись с этими деньгами, чтобы их как-то потратить. В этом большая разница. То есть отсутствует какая-то идея. Но тем не менее, как рассказал вот этот террорист, который мы видели в начале, они с проповедником общались. То есть все равно религиозный мотив есть. Объясните мне, это не радикальный ислам, это что-то другое? Нет, очевидно, что они сидели в чате, где радикальные проповеди были, которые возбуждали ненависть, например, к россиянам, где им внушалась мысль, что здесь ислам угнетается в этой стране. Просто так люди в такие чаты не завазят, и просто так на таких людей не выходят. Я бы еще добавил, извиняюсь, что перебиваю, они просто так в этих чатах не продолжают находиться. То есть если я куда-то вдруг зашел, я смотрю, что там происходит какая-то откровенная дичь, я понимаю, что мне это не нравится, зачем мне здесь находиться, я вышел. А вот если я уже начинаю продолжать, если я начинаю смотреть на эти мысли, начинаю впитывать их в себя. Их не за пару недель завербовали. Они говорились в этом долго. Безусловно, у них была подготовка какая-то моральная. То есть мозг был подготовлен, скажем так, у них что-то. Я хочу ответить, два момента отметить. Первый, все-таки это происходит на фоне вооруженного противостояния с другой стороной спецоперации. Соответственно, здесь у нас есть конфликт между спецслужбами. А спецслужбы, во-первых, могли послать кадровых своих сотрудников, которые потом расскажут всем, что это проповедь за 500 тысяч и так далее. То есть легенду изложить, заранее подготовленную. И подкосить под тех, кто исламист. Не исключено, мы не знаем правду, но может быть. И второе, для спецслужб страны, у которой огромные связи, всегда объективно, подковерные в том числе, они могут не то что кого-то вербовать, они могут таких исполнителей нанять по звонку. Это же ничего там умного-то не надо. Надо отбитый мозг и того, кто готов исполнить. Но страшно того, что люди легко согласились за деньги совершить массовое убийство. Вот от этого страшно. Это преступники. Не надо романтизировать преступников. Они хотели заработать денежек. Они сидели и искали эту работу. Такие люди существуют. Разумеется, и от этого как раз страшно. То, что они где-то рядом с нами находятся. Мы ждем, когда кто-то им позвонит и скажет, иди убивай людей. Страшно, что мы используем службы наши, но вот где-то те смогли пролезть. Важно понять, что и то, и другое терроризм. И по большому счету, эти кровавые убийцы немногим отличаются от подростка, который за 10 тысяч согласился поджечь будку, распределительный шкаф на железной дороге. Потому что и то, и то за деньги, и то, и то, и другое терроризм. И в результате и того, и другого могут быть человеческие жертвы. И просто очень обидно, что такие люди в нашей стране находятся, которые соглашаются такие ужасные вещи за деньги делать. Но все-таки и срока за это разные. И все-таки это разные действия, когда ты совершаешь повреждение чего-то неживого или когда ты убиваешь живых людей. И то, и другое терроризм, безусловно, но как-то это разные вещи. Я бы здесь обратил внимание, что человек не испугался потенциального срока. То есть здесь нужно понимать, что работали с человеком по мотиву, по каким-то идеям, по каким-то ценностям человека. То есть страх того, что я пойду убивать человека. Нет, судя по всему, потому что они это сделали. То есть нужно очень глубоко исследовать именно мотив. Еще конкретно крокус я, позвольте, отмечу. В отличие от тех, которые шкафы поджигают или военкоматы, кого прямо на месте ловят, эти были все-таки как-то подготовлены, смогли даже уйти, отойти и почти до границы с другой страной уехать. Да даже чтобы пострелять, нужно хотя бы оружие в руках подержать. Посмотреть, как это, где с предохранителей снимается, где еще что-то. Подобными людьми занимаются спецслужбы, безусловно. Мы пожелаем им успехов в предотвращении таких чудовищных терактов, да любых терактов. Давайте в конце поговорим все-таки не о таких людях, скажем так, а о людях, не сидящих в радикальных исламских чатах, которые, тем не менее, становятся преступниками или теряют деньги. Давайте в конце дадим, ну какие-то, ну еще раз скажем, но может быть кому-то это поможет, что можно, что нельзя делать в интернете, в телефоне, когда тебе кто-то звонит или ты куда-то заходишь. Светлана. Учим детей в первую очередь не сливать информацию про семью. Это раз. Два. Учим себя в момент, когда требуется какое-то быстрое решение, именно в этот момент сообразить, что я нахожусь в эффекте, почувствовать, что у меня пошла острая реакция и обрисовать себе ситуацию. Что происходит прямо здесь и сейчас? Прямо здесь и сейчас я сижу в уютной, безопасной атмосфере, держу телефон, и мне там какой-то незнакомый человек что-то говорит. Если эта операция удалась, то уже есть возможность соскочить с аффективного действия и не согласиться на какой-нибудь бред. И главное, если ты согласился на какой-то бред, если ты ребенок, ты бежишь к родителям и рассказываешь про это, если ты взрослый, ты бежишь в полицию и рассказываешь про это. И это будет хорошим результатом. Ну, сейчас, кстати, обсуждается еще один механизм. Это некий срок охлаждения, когда ты берешь кредит. То, что ты его оформил, но деньги получаешь не сию минуту. Это совершенно правильный шаг. Да, Георгий? Два момента хотела сказать. Ну, я не психолог, я юрист, но все же. Вести диалог со своими детьми, быть постоянно на контакте со своими детьми, либо быть со своими родителями на контакте, потому что это группа риска. Общаться со своими близкими, со своими друзьями. То есть, чтобы у людей, которые, например, склонны к интроверту, к интровертизму, чтобы они все-таки делились своими проблемами. Это первое. Второе, как было правильно сказано, период охлаждения. Мало в жизни ситуаций, настолько срочных, которые надо решить прямо здесь, сейчас. А, у тебя кредит берут сейчас, срочно, срочно. Всегда можно сбросить звонок, прекратить разговор. Человек может перезвонить, но все равно будет период паузы, период охлаждения. И ты сможешь либо поговорить в этот момент со своим мужем, матерью, отцом, ребенком. Нет, ну простое правило, может быть, тебе звонят из банка, ты говоришь, окей, ребята, сейчас я сам вам перезвоню, и набираешь номер банка. Самый надежный вариант, да. И еще такой вопрос. Я правильно понимаю, если я обращусь в спецслужбы, скажу, что меня начинают вербовать, приходят странные сообщения, там, пойди поубивай людей. Если я обращусь в спецслужбы, то меня потом не затаскают по судам, я не стану виноватым, потому что ведь многие люди могут испугаться именно такой реакции. Я пойду, напишу заявление, а потом меня еще и виноватым сделают, не дай бог. Ну, если ты не уточнял, а что именно надо сделать, а когда это нужно сделать, и, в общем, когда ты не выяснял все эти обстоятельства. Вот это важный момент. Потом, конечно, к тебе будет много вопросов. А зачем ты все это уточнял? Тебе заинтересовал вопрос, как пойти в торговый центр? Ну, лучше вообще этот диалог просто прекратить. Все, на этом останавливаемся. Время, к сожалению, стекло. На этом все. Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить новые программы. Берегите себя, думайте, не делайте пошибочных, поспешных решений и действий. Спасибо, что смотрели «Все говорят об этом». и смотрите еще. «Все говорят об этом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова